Добрый день, друзья! Какой настоящий рейтинг у президента Путина? И почему этот вопрос волнует? Есть такое явление в массовом общественном сознании, но оно, улыбнёмся немножко, проистекает из биологического мира, где стадо, ну там или баранов, или волков, или антилопгну, они бегут туда, где сильный, где лидер, где вожак. Следование за сильным. Поэтому, когда, говорится, у президента такой-то страны рейтинг 95%, то население уверено, здесь истина, здесь правильно, за этим лидером нужно идти. И наоборот, как говорят, хромая утка. У президента там 10% рейтинг, и население размывается, политического резонанса нет. Общественные, созидательные, в том числе, силы на трудовые подвиги, или на ратные подвиги разваливаются, и немочи страна вот так начинают распадаться. Поэтому, конечно, пропагандистские институты, кремлёвская пропаганда, они действуют по этим правилам рационально. Они стремятся добиться или убедить население в том, что президент Путин настоящий лидер, что у него рейтинг 86%, только растёт, растёт и так далее. Но тут ведь очень важно следующее. Мы стадо баранов, которым внушили, что этот рейтинг на самом деле такой. Или он на самом деле такой. По крайней мере, для людей думающих, для исследований, для реальных политиков, этот вопрос важен. Но вот мы и провели исследование. Центр нашей научно-политической мысли и идеологии имеет общероссийскую экспертную сеть, называется коллективный разум или такой российский интеллект. Ещё и называют краудсорсинг. Это интереснейший инструмент, который даёт важные объективные вещи. Инструмент исследовательский. С его помощью мы вот эти вопросы поставили. Вопросов было несколько. Первый вопрос. Есть ли на самом деле такой высокий рейтинг? Второе. Почему публикуемый рейтинг вот такой? Третье. Какие обстоятельства жизни людей вообще формируют их отношение к лидеру страны и, соответственно, поддержку и тот самый рейтинг, как отобрение его деятельности? Ну вот один из вопросов, на который мы получили ответ. Какими являются наиболее важные условия и характеристики жизни населения? Ну что для каждого из нас в нашей жизни самое важное? Итак, внимание. Самое важное – это безопасность, уверенность в завтрашнем дне, достойная оплата труда, обеспеченность работой, доступ к качественной медицинской помощи, справедливость жизни, доступ к хорошему образованию, удовлетворительные жилищные условия, высокий уровень социальной поддержки пенсии и пособия, нравственность жизни и хорошие условия труда. Совершенно естественный перечень. Ну а теперь зададим вопрос. А как по этим позициям обстоят дела в нашей стране? Обстоят они, конечно, не на 86%, это любому понятно, а совершенно на другом уровне. Поэтому вот такой вопрос задавался. На каком реальном уровне находятся условия и характеристики жизни большинства населения современной России? Скала была пятибальной, ну так же, как в школе. Ноль – это совсем плохо, вернее, единица. Пятерка – это хорошо, отлично. Так вот, на пятерку ни одно из условий жизни наших граждан не вытягивает. Максимум, на что она вытягивает, это на 4 с минусом. Итак, смотрите, что в России наилучшим образом для населения обустроено, в том числе, как результат деятельности власти, мы еще сейчас это увидим. Итак, доступ к культурным формам досуга, качественная одежда и обувь, гордость за свою страну, возможность нравственного и духовного развития, свобода слова, в том числе по политическим вопросам, доступ к физкультуре и спорту. Вот это вроде как обустроено. А что не обустроено? Не обустроено на уровне от двойки до тройки по пятибальной системе. Не обустроено справедливость жизни, достойная оплата жизни, реализация ожиданий населения от власти, доступ к качественной медицинской помощи, уверенность в завтрашнем дне, нравственность жизни, возможность делать сбережения. Это не обеспечено. Но мы только что видели, что именно эти вещи являются самыми важными для селения. И именно они, самые важные вещи, не обустроены самым наихудшим образом в нашей стране. А можно ли совместить это самое важное, но это худшим образом обустроено, и большой рейтинг власти, и президента в частности. Ну, в общем, понятно, что совместить это для рационального, здорового, так сказать, сознания невозможно. Так не бывает. В чем эксперты увидели основные причины невысокого качества жизни российского населения? Это низкое качество государственного управления российского уровня. Кто это такие? Это как раз президент, правительство, парламент. Второе. Коррупция всех уровней власти. Третье. Неприемлемое устроение страны. Либерализм, коммерциализация, самоустранение государства от регулирования, несправедливость. Четвертое. Непрофессиональность местной власти. И пятая колонна во власти. Это портрет высшей власти, которое определено как пятая колонна, как неспособно обеспечить высокое качество государственного управления, как коррумпирование и так далее. А вот и это можно совместить с высоким рейтингом президента. И почему это так получается? Следующий вопрос. А кто несет ответственность за всю эту красоту, а точнее позорность российской жизни? Первое. На уровне 65% президент Российской Федерации. Он несет ответственность за все, что только что было перечислено. Второе. Это правительство. А кто его сформировал? Президент назначил премьера и фактически сформировал правительство. Значит, получается, что совершенно четко понимаем, что для нас важно. Совершенно четко видим, что это растоптанно и вытерто подметками. Третье. Зависит это от негодного состояния верхней власти. И четвертое. Что за это все несет ответственность президента и его правительства. А это можно совместить с высоким рейтингом президента? Ну, очевидно, что нельзя. И вот теперь прямой вопрос. А какие факторы и обстоятельства обеспечивают вот этот самый уровень поддержки президента? Те якобы рейтинги, которые публикуют, там 86%. Итак, первое. Присоединение Крыма. Второе. Противостояние с Западом. Третье. Пропаганда. Четвертое. Опросы не отражают реальное мнение населения. Пятое. Опять пропаганда. Ну и все по убывающей. Итак, что мы видим? Да, минуточку. А факторы такие, как реальные успехи в управлении страной в целом, пропаганда успехов регионального развития, реальные успехи в региональном развитии, реальные успехи в экономическом развитии. Это все на самом минимуме, на самом минусе. Итак, Крым и мобилизационное противостояние с Западом, пропаганда, промывка мозгов и абсолютно реально неуспехи в экономике, в региональной жизни, в делах страны. Вот ответ на вопрос. Почему вот это, 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 это все несовместимо с тем самым рейтингом 86%? Ну, он появляется, этот рейтинг. Значит, это вообще лживая цифра. А какая же цифра настоящая? И это тоже исследовано. Так вот, настоящая цифра по этой количественной экспертной оценке, конечно, никакие не 86%, а для президента Путина это 35,6%. По нашим, по моим методам, она еще меньше. Эксперты ведь тоже, люди, они попадают в поле вот этого манипуляционного информационного воздействия. С утра до вечера, из утюга, холодильника, стиральной машины, телевизора, радио и так далее. Поэтому есть еще один метод, который я использую. Он говорит о том, что рейтинг Путина 27%, а к концу года он будет 15%. Я сейчас про другие опросы пока не говорю, только вот об этом. Что касается Медведева, то экспертная оценка 19%, поддержка Медведева. Рейтинг, который я своим способом определяю, 8%, а к концу года он будет 4%. Ну и, наконец, одновременно с экспертами был проведен опрос уже обычных респондентов в обычной социологической выборке. Она дает следующие цифры. Одобрение Путина 60% И понятно, это уже тот срез населения, который в поле манипуляции, что мы только что обсуждали. Эксперты дают 35,6%, население вот 60%, но никаких 86% и близко нет. Для Медведева вот этот срез населения дает 13%, еще меньше, чем вот оценка экспертами. Никаких нет, конечно, и близко 86%, ровно так же, как нет и близко 75%, которые Единая Россия в Госдуме получила в виде числа мест конституционного большинства, меньше 10% населения поддерживает Единая Россия. Вот эта ложь, этот манипулятивный механизм и результат, он не безобиден. Он делает население беспомощным, он делает политический процесс лживым и разрушительным, потому что тот же Путин, он ведь начинает верить, что народ его любит и поддерживает, что он действительно рейтинг там всех Обамов, Трампов вместе взятых перекрывает. Он начинает полагать, что он все делает правильно, что он самый выдающийся, самый талантливый, самый эффективный, самый результативный руководитель. А все ведь наоборот, неэффективный, нерезультативный, неталантливый. Страна погибает, и вот в этом опасность лживого, ложного рейтинга. рейтинг падает, и скоро это напряжение внутреннее страну начнет, дай бог, если не взрывать, а подводить к порогу, за которым разрядка этого напряжения обязательно произойдет. Вот такой истинный рейтинг у Путина. Почти в три раза меньше, чем его официальная пропаганда пытается нам преподнести. Ну и, либо мы стадо баранов, либо мы люди, которые думают и отвечают за себя, за страну, за будущее своих детей. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok